Бобруськ-2 продолжает бородить просторы высшей лиги по хоккею. В очередной домашней серии в гости к Бобрам пожаловала юниорская сборная страны. В первой игре двухматчевого противостояния Бобры сумели добыть заветные три балла. После финальной серии цифры на табло радовали глаз. 3-1 в пользу хозяев льда. На следующий день подопечный Андрей Скоробогайска вышли на площадку только с одной мыслью – биться за победу. Как и в воскресной игре, первым открыт счет удалось Бобручанам. Десятая минута стала голевой. Рыжкович забросил с передачи Лазичного. Гостям понадобилось 7 оборотов секундной стрелки, чтобы найти достойный ответ. Марк Домбровский сравнял цифры на табло. Во втором периоде отличались только юниоры. На последний перерыв команду шли при счете 3-1. Бобруськ сгорел в две шайбы. Любой соперник сильный в данной лиге, потому что это уже идет как профессиональная лига, профессиональные клубы. Каждый соперник представляет что-то из себя. Каждый хочет добиться чего-то, выйти в плей-офф, побороться за медали. В третьем периоде роль бомбардира взял на себя Чабан. Сперва на первой минуте, а после на восьмой Александр сумел вернуть Бобручан в игру, огорчив два раза вратаря юниоров. Матч плавно перешел в овертайм, в котором прозорливее оказались гости. Убежавший в контратаку, а Милюсик переиграл кипера хозяев. 4-3, два очка уезжают в столицу. Хорошие игры, хорошие скорости навязала нам сборная. Будем работать над тем, чтобы уже настало время, чтобы мы навязывали скорости, навязывали много борьбы. В общем, много работы. Трудности позади. Будем надеяться, что будем набирать обороты как можно быстрее и как можно эффективнее. Интригу в этом противостоянии подогревала и турнирная борьба. Бобручан в два и юниоры заседей в таблице. Первые на десятом месте, вторые на девятом. Разница между командами три очка. Видно было команду, все ребята старались, молодцы. В третьем периоде дожали соперника, сравняли в счете. В овертайме там тоже получалось все более-менее. Была ошибка, которая привела к голу. Так в целом, я скажу, вся команда молодцы. Победа была очень близка, но юниоры проявили характер. Впереди у нашей команды еще много игр, чтобы исправить ситуацию. Все в руках хоккеистов. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.